Он был чемпионом мира, а после провала на Олимпиаде в Пхенчхане собирался завершить карьеру. Сегодня Денис Кузина вновь планирует показать все, на что способен. Кроме этого, он ведет активную общественную работу по продвижению конькобежного спорта в нашей стране. Став победителем проекта «100 новых лиц», Денис ездил по регионам, где встречался с детьми и рассказывал им о своих спортивных победах и неудачах. Эксклюзивное интервью с конькобежцем мирового уровня Денисом Кузиным записала моя коллега Анжела Гарипова. Когда-то в конькобежную секцию его привела бабушка, а сегодня он вдохновляет детей по всей стране. В этом году он отметил 20 лет карьеры. Всемирная универсиада, Кубки мира, Олимпийские игры, победы на Азиаде в Астане и, наконец, первое золото Казахстана на чемпионате мира в Сочи. После этого было не лучшее выступление в Корее, и он даже подумывал уйти из спорта. Но участие в проекте «100 новых лиц» подарило ему новое вдохновение. После Олимпиады, да, я думаю, что надо уже заканчивать, но вот этот проект мне дал толчок. То есть после конца сезона олимпийского я начал ездить по деревням, по селам, и мне само стало интересно. В прошедшем чемпионате Казахстана я завоевал три медали серебро, бронзу и золото. И для меня золотая медаль стала возвращением в большой спорт. И через неделю мы улетаем в Японию на Кубки мира, и дальше будем готовиться уже к чемпионату мира. Денис мечтает о том, чтобы казахстанцы продолжили побеждать на международной арене. Он считает, что для этого у наших спортсменов есть и физические, и волевые качества. Но, к сожалению, не во всех регионах такие условия для занятий, как в столице. В регионах очень большая проблема – это со стадионом. То есть, сами понимаете, не каждый родитель может отправить ребенка на улицы. Это здесь, в Астане, есть стадион, где мировые стандарты. А вот, допустим, у меня в Кустанаве стадион – это на улице залить лед. Тут желание есть. Они смотрят, они говорят, что мы хотим так же выступать, мы хотим так же бегать. Когда рассказываешь людям, детям, где ты был, особенно детям, Япония, Канада, Америка, Европа вся, у них глаза большие, они хотят тоже, и у них есть желание. Но, когда ты приходишь на тренировку, ты понимаешь, что минус 25 нужно тренироваться. В 2012 году Денис Кузин получил серьезную травму. У спортсмена было сломано плечо, но тренеры уговорили его остаться и снова выйти на лед после восстановления. Сейчас, по словам Дениса, у него открылось второе дыхание. Новый тренер. Мы с ним в прошлом году бегали, но так получилось, что он стал тренером. Но я рад этому, потому что у нас сразу команда стала больше раза в три. У нас программа поменялась, мы стали больше тренироваться, стал больше акцент на ледовые тренировки. Но это и показывает, то есть результаты возросли у всех и стала конкуренция. Конкуренция сейчас уже у нас выше, чем даже в прошлом году. Ребята больше, да, молодые, подрастают. И если не отдаваться полностью на тренировках, то пододвинут. Другими словами, конкуренция сейчас чувствуется не только на международных соревнованиях, но и внутри страны. Тем не менее, Денис находит время передать свой многолетний опыт подрастающему поколению. Объяснить им, как важно всегда подниматься даже после самого тяжелого падения и бежать вперед. Анжела Гарипова, Омир Бекзимов, Хабар 24, Астана.